Всем привет! С вами Лена Стасевич. Сегодня хочу поделиться с вами моим любимым рецептом сливочной и соленой карамели. Карамель получается просто невероятной. Ее можно использовать в начинке, торты, капкейки, поливать мороженое, использовать как топпинг для оладьев, блинчиков, пончиков, чего угодно. Просто кушать ее можно ложкой. Она очень вкусная получается. И в магазине вы такое точно не купите. Самое главное, она сделана из абсолютно натуральных и простых продуктов. Итак, для готового продукта 300 грамм нам понадобятся вот такие ингредиенты. 150 грамм сахара. Можно взять наполовину коричневый сахар, половину белый сахар. Будет еще вкуснее. 150 грамм сливок от 33% жирности. 75 грамм сливочного масла от 82% жирности. Морская соль по вкусу. И если вы хотите сделать более тягучую карамель, замените часть сахара на 30 грамм глюкозы. Начинаем приготовление. Возьмите сотейник с толстым дном и желательно высокий сотейник. И теперь ставим его на минимальный нагрев и подсыпаем частями сахар. Нам необходимо расплавить сахар, подсыпая его частями. Потому что если вы насыпите сразу весь сахар, у неопытного человека он может просто сгореть и карамель будет горчить. Будет не очень вкусно. Поэтому подсыпаем его частями. Вот таким образом. Когда он начинает плавиться, мы лопаточкой его аккуратненько будем перемешивать. Также я сюда добавила сироп глюкозы, чтобы получить более такую тягучую карамель. Но глюкоза не обязательно абсолютно. Можете ее убрать. И посмотрите, сахар начинает у нас потихоньку плавиться. Я использую деревянную лопатку для моих сиропов, как обычно. Ей очень удобно перемешивать сироп, не давая ему прилипать и подгорать. И таким образом, посмотрите, сахар плавится у нас постепенно. И мы подсыпаем к нему больше и больше сахара. Нам необходимо его полностью растворить, чтобы получилась однородная такая масса. Однородный сироп обязательно без кусочков сахара, либо каких-то кристалликов. Полностью однородный сироп должен получиться. И теперь вы можете его уваривать. Когда вы видите, что он стал такого янтарного цвета, можно подержать его чуть больше или чуть меньше. В зависимости от этого у вас и будет вкус карамели. Если вы подержите такой сироп дольше, то цвет, соответственно, будет более-более насыщенный. И вкус также будет более яркий. Я люблю такую нежную карамель. Поэтому, как только я вижу, что сахар стал вот такого янтарного цвета, это происходит довольно быстро после закипания и после его растворения, я снимаю с огня и буду добавлять предварительно подогретые практически до кипения сливки. Будьте аккуратны, сейчас сливки будут очень сильно брызгать, поэтому будьте аккуратны, не обожгитесь. Добавляем сливки частями и сразу же моментально перемешиваем в момент добавления сливок. Мешаем интенсивно и быстро, но очень аккуратно, пожалуйста, я вас прошу. Для этого мы и брали сотейник с высокими бортиками, чтобы масса у нас не вытекала. И таким образом за три раза я влила все сливки, перемешиваю хорошенько. И у нас образовались вот такие кусочки, комочки карамели. Это ничего страшного. Мы сейчас возвращаем наш сотейник обратно на небольшой огонь и перемешиваем. Постоянно будем перемешивать, растворяя полностью все кусочки. Это у меня занимает где-то минуты 3-4, наверное. И у нас получается в итоге однородная жидкая карамель. Но на самом деле она станет намного гуще. Таким образом, посмотрите, мы растворили всю карамель, все кусочки. У нас однородный вот такой сироп получился. Снимаем с огня и даем карамели постоять 10 минут. Добавляем сюда щепотку морской соли, либо по вкусу. Можно добавить сюда даже 1 третью чайной ложки морской соли. Через 10 минут добавляем сюда порезанное на кубики холодное из холодильника сливочное масло. Это обязательно. Масло должно быть из холодильника, не растопленное. Хорошенько перемешиваем. Если вы добавите мягкое масло или масло комнатной температуры в карамель, то масло может отслоиться и не вмешаться в карамель. Оно просто будет плавать сверху. Масло должно быть обязательно очень-очень холодное. Посмотрите, какая уже однородная у нас получилась масса. В принципе, карамель уже готова. Поставим карамель еще на минут 10-15, пусть она немножко остынет, пусть постоит. И затем самый главный момент. Через минут 15 пробейте карамель блендером погруженным. Вот таким образом. Это действие насытит карамель кислородом, она станет более однородной, глянцевой. И в ней равномерно распределятся все ингредиенты. Таким же образом, как мы пробиваем, например, зеркальную глазурь, по этой же технологии пробивается карамель. Для того, чтобы получился однородный и глянцевый блеск. В итоге, посмотрите, вот такая карамель получается просто невероятная. Красивый очень цвет, запах очень классный. Переливаем в стерилизованную баночку. Баночку я стерилизую очень просто. Я набираю в нее воду и ставлю на кровановку на секунд 40. Вода немножко там прокипит и таким образом баночка стерилизует. Крышку таким же образом можно стерилизовать, либо опустить ее в кипящую воду. Такую карамель храним в холодильнике до двух недель. Дольше на самом деле я не пробовала, потому что она у нас моментально исчезает и съедается. И посмотрите, карамель обязательно надо дать выстояться хотя бы ночь. На следующий день она имеет совершенно другую текстуру. Вы посмотрите, какая обалденная. Она вот такая эластичная, тягучая. Она льется вот такой струйкой. Как видите, после холодильника она у меня постояла где-то полчасика и стала вот такой. Как только вы достаете ее из холодильника, она довольно густая. Густоту карамели вы можете регулировать количеством сливок. Соответственно, если вы добавите сливок меньше, карамель будет более густая. Добавите больше, она будет как топпинг, будет такая жиденькая. Ей нужно поливать ладьи, мороженое, что угодно. Такую карамель можно добавлять в начинки, в капкейки, в торты, куда угодно, как придумаете. Конечно же, вот такую карамель используют для торта Сникерс, например. Смешивают ее с арахисом. Очень вкусно. Это просто обалденный рецепт, на мой взгляд. Абсолютно простые продукты, а в итоге получается вот такая вкуснятина. Я надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, Ютуб, ставьте лайки. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.